здравствуйте дорогие участники форсайта спасибо сергею за такие теплые слова в мой адрес и вам наверное немного непривычно видеть меня вот в таком виде но 30 лет практике единоборств и два черных пояса дают мне основания выступать сегодня именно так итак начнем уже очень много говорилось о том насколько важно обеспечить организм правильными нутриентами питания но я вас уверяю питание без движения никогда не принесет того результата на которые мы рассчитываем но наглядный пример вспомните наверняка многие слышали про синдром замороженного плеча ну какие бы правильные добавки мы не давали человеку если случился артроз в плече он рано или поздно обездвижит эту конечность но если мы будем делать все гармонично и движение и питание когда мы получим идеальный результат и задача нас как экспертов в здоровом образе жизни соединить эти два момента поэтому я считаю очень правильно что сегодняшнее мое выступление посвящено именно движение это важнейшая составная часть здорового образа жизни на самом деле сейчас хочу поделиться при приятной новостью буквально перед приездом вот мне моего вот сюда мне позвонила подруга моего школьного товарища у нее случилась страшная история 10 лет у молодой девчонки ей еще 30 лет нет постоянные головные боли причина непонятна обследовали все но вот эти страшные боли привели к тому что невролог назначил ей хронический прием мелорелаксантов то есть расслабляющих мышцы препаратов и не стероидных противовоспалительных препаратов но нельзя такие вещи делать поэтому ответственность наша за свое здоровье должна быть всегда в наших руках нужно понимать что этого делать нельзя я рассказал ей о комплексе йоги бытовых движений которые ей должна помочь и вот прошло буквально два дня она радостно позвонила мне то что два дня она живет без таблеток и сегодня на сегодняшней нашей лекции занятия я расскажу и покажу вам алгоритм йоги бытовых движений потому что зная алгоритм вы сможете его наложить на любые физические практики которыми вы допустим увлекаетесь вы сможете подсказать своим клиентам и пациентам как им правильно выходить из той или другой ситуации в которой они оказались и тогда комплексное воздействие одного и другого позволит получить максимальные результаты в лечении в лечении в оздоровлении человека это очень важно чтобы человек был осознанным еще в древней медицине говорили что если человек объединяется с врачом и начинается взаимодействие такое то получается в максимальный результат а если каждый тянет свою сторону то знаете как рак лебедь и щука результата не будет поэтому очень важно и самим научиться и обучить тех с кем мы взаимодействуем правильным движением почему йога бытовых движений что это такое ну я 40 лет занимаюсь мануальной терапией и как я уже сказал 30 лет единоборствами были и какие-то другие практики и жил в аштрамах в индии изучала йогу и в результате я понял что человек может сам совершая правильное движение делать правку своего позвоночника своих суставов из-за чего развиваются артриты и артрозы вот смотрите в любом движении участвуют мышцы антагонисты одна допустим одна группа мышц сгибает и сгибает конечность другая разгибает когда мы упражняемся неправильно одна из пар этих мышц антагонистов работает в усиленном режиме суставчик смещается при обычных движениях со своей позиции и рано или поздно это приведет к возникновению артроза артрита и проблем с суставами любые занятия в тренажерных залах но на самом деле редко позволяют откорректировать работу мышц антагонистов потому что мы либо одни тренируем более сильно либо другие принцип и алгоритм йоги бытовых движений в том что мы не работаем со снарядами мы работаем со своими мышцами антагонистами а для того чтобы они работали синхронно нужно любое движение делать сама сопротивлением это глобальный принцип потому что что может вызывать сопротивление в работе той или иной мышцы только ее мышц антагонист ну допустим возьмем обычные бытовое движение сгибание руки если мы вот просто согнули то поработал бицепс мышц сгибатель а если мы себе сами сопротивляемся можем протестировать у нас напрягается и бицепс и трицепс и причем в первую очередь усиливается именно слабое звено и делая самые обычные бытовые движения мы укрепляем то ту базу которая и должна быть сильной ведь большинство проблем с позвоночником происходит при самых обычных каких-то движениях позициях человек потянулся зачем-то кашлянул нагнулся и случился прострел если в обычных движениях мы укрепим мышцы и отбалансируем то таких проблем не будет возникать а насколько часто вообще возникают проблемы в позвоночнике суставов но я должен сказать что это самая частая проблема человека сегодня живущего но достаточно статистики на лечение на лечение позвоночника тратится в среднем в мире в три раза больше средств чем на лечение онкологических больных каждое четвертое обращение в больницу к врачам связано с болью в пояснице теперь вы понимаете насколько все это актуально и как насколько мы можем помочь если освоим самые простые правила поведения и сегодняшнее занятие будет построена таким образом я расскажу вам именно об осанке ну а санка это то положение которое мы должны воспитать положение тела в пространстве 80 процентов наших проблем связано именно с тем что мы неправильно держим свое тело то есть где-то больше чем нужно наклонились где-то отклонились выпить или вперед живот лордоза сколиоза кифозы и вот это ведет к перегрузке того или иного отдела и она сказывается при каких-то обычных движениях поэтому я всегда начинаю обучение человека восстановление правильной осанки но на самом деле интересная история и наши писатели поэты уделяли осанки колоссальное внимание ведь красивая осанка это действительно здорово это она привлекает внимание ну достаточно вспомнить марина цветаева проста моя осанка нищ мой домашний кров ведь я островитянка с далеких островов вот что вы сейчас представили вроде бы особо ничего не было рассказано про осанку но представляется такой стройный гибкий стан девушки красивой девушки а что такое стан стан это становые мышцы это те короткие мышцы держатели которые отвечают за здоровье нашего позвоночника и к сожалению в обычных тренажерных залах натренировать их практически нереально вот я покажу сегодня тот алгоритм и те упражнения которые помогут вам сделать их сильными сделать сильный красивый стан упругим свое тело и защищенным от многих многих проблем осанка достаточно просто осваивается если вы будете посвящать ей всего 15 минут в день то в течение трех четырех недель я вас уверяют произойдет перевоспитание того стереотипа который вы уже наработали вы будете выглядеть по-другому вы станете выше ростом вам начнут делать комплименты и на самом деле вы самое главное на тренируете те становые короткие мышцы те тонические мышцы которые и должны держать наш позвоночник это это здорово и следующим моментом после осанки я покажу небольшой комплекс который можно делать когда угодно проснулись утром появилось время между занятием с компьютером перед походом в детский сад за детьми когда угодно много времени займет 5-10 минут и вы в форме вы в тонусе и задействовали при этом максимальное количество своих суставов и так начнем итак друзья начинаем делать осанку помните четыре базовых упражнения положение таза положение грудного отдела положение головы и положение всего тела в пространстве начинаем стаза копчик поджимая немножко под себя вот такое ощущение как собачка которая испугалась и поджала хвостик вот такое разворот легкие таза включаем обязательно мышцы живота живот всегда должен быть в тонусе выпавший живот ведет к слабости в пояснице и проблемам в пояснице поэтому тонус живота очень очень важен следующий момент положение грудного отдела позвоночника вот наши лопаточки должны немножечко пойти навстречу друг другу и стечь вниз при расслабленных руках мы немножечко отводим плечи назад и чуть-чуть опускаем следующий момент положение головы наша голова это такой шарик который весит 57 килограмм если он немножко ушел вперед что очень часто бывает в компьютерных играх в сидячей работе то 57 килограмм веса давит на наш шейный отдел и случаются проблемы поэтому шею отстраиваем следующим образом немножко головой пошли вперед и потянулись макушечкой вверх и смотрите что происходит копчик тянется вниз макушка вверх весь позвоночник растягивается и следующий четвертый момент это положение тела в пространстве вот все наше отстроенное тело должно чуть-чуть устремиться вперед чтобы центр тяжести сменился сместился на границу передний и средний третий стоп и в такой ситуации мы всегда готовы двигаться тело чуть-чуть устремлено вперед и когда мы будем двигаться голова не будет скакать вверх вниз она будет плыть мы будем терять минимальное количество энергии будем сильно здорово и сможем очень много сделать теперь переходим комплексу упражнений во время любого комплекса нам нужно задействовать максимальное количество своих суставов но суставов очень много нас 230 суставов 206 костей больше 700 мышц теле и вот чем больше мы задействуем своих структур тем лучше будет результат но в первую очередь мы должны включить в работу позвоночник начинаем шейного отдела три базовых движения движения в шейном отделе наклоны вперед далеко назад отклоняться не нужно когда мы поднимаем голову со вдохом тянемся макушечкой вверх и потом с выдохом опускаем голову помним о самом сопротивлении повторяем 35 раз вверх вниз вверх вниз и еще разочек вверх и вниз теперь делаем боковые наклоны если первое упражнение было в сагитальной плоскости теперь движение в вертикальной плоскости в одну сторону со вдохом влево например вдох и выдох в другую сторону опять вдох и выдох в другую сторону и и третье движение вдох и выдох третье движение шеи это на поворот и это горизонтальная плоскость в одну сторону вдох другую выдох налево пошли вдох задержка и выдох задержка вдох и выдох вдох выдох если шея немножко напряглась мы можем чуть-чуть вот такие простукивающие движения после этого сделать чтобы отбалансировать пальчик отвели назад и простучали немножко простучали вот таким образом шею теперь переходим собственно к основному позвоночнику к туловищу сначала делаем упражнение волна в сагитальной плоскости сгибаемся сначала как пружинка а потом разгибаемся при этом упражнение делаем поэтапно сначала шейный отдел потом грудной потом пояснице и потом в обратном порядке разгибаемся смотрите вдох потянулись и начинаем сгибаемся потом в обратно порядке разгибаемся чтобы было лучше видно, я сейчас повернусь вам боком. Вот смотрите, потянулись вверх и изгибаемся. Таз начинает распрямляться, мы распрямляемся. И опять, когда вы оттренировали это упражнение, оно может происходить очень быстро. То есть потянулись, раз, 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 раз. И вы быстро сможете на сгибание-разгибание проработать весь свой позвоночник. Следующее движение в вертикальной плоскости мы просто делаем боковые наклоны. И очень важно при любом упражнении мысленно быть в своем теле, чувствовать, как происходит сгибание, наклоны позвоночника. Поэтому следим внимательно за своими руками. В одну сторону вдох, в другую сторону выдох. Вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Главное делать это осознанно и не спеша. То есть это не раз, 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 а именно с сопротивлением. Тогда включаются глубинные структуры позвоночника. Теперь делаем скручивание. Но скручивание делаем так, чтобы усилить пружинную силу позвоночника, которая нам нужна во время каждого шага. Поэтому руки перед собой. Делаем такое кольцо. И начинаем поворачивать вот это кольцо вправо. А таз совершает движение в противоположную сторону. И вот это скручивание сходится в районе поясницы, стараемся прочувствовать его. Давайте начнем. В одну сторону вдох. Скрутили. И теперь в другую сторону выдох. Скрутили. Опять вдох. И в другую сторону выдох. Тоже 3-5 раз по мере тренировки можете выходить. И на 5 раз сначала не спешите. Потому что упражнения очень сильные. И я вас уверяю, если вы этого никогда не делали, вы и вспотеете, и устанете гораздо быстрее, чем может быть даже во время упражнения в каком-то гимнастическом зале. Следующий момент. Нужно потренировать суставы ног. Мы не будем делать каких-то очень много ненужных движений. Задача сделать комплекс быстро. Если сложно с равновесием, можно подойти и взяться за какую-то стеночку. Если вы это делаете в паре, можно друг за друга. Но делаем следующее. На вдохе нога пошла назад, а на выдохе вперед. Назад и вперед. Назад и вперед. Помните, самосопротивление. Потом делаем то же самое для другой стороны. Назад, вперед. 3-5 раз повторили. Ноги включили. Теперь задача включить наши руки. Руки, ну это вообще произведение искусства. Это и питание мозга, и большое количество разнообразных мелких движений, моторики, которыми мы проявляем и наши чувства, и нашу любовь к близким, и все что угодно. Поэтому руки включать просто обязательно. Очень хорошее есть упражнение, которое в традициях разных стран называется по-разному. Например, на востоке его часто называют танец шивы. Что это такое? Это представьте, что на ладошке у вас находится, на каждой ладошке, по чашке с водичкой. И задача, чтобы эта водичка не пролилась. И поэтому мы начинаем делать вот такие интересные движения, восьмерочки. Вот руки перед собой, и пошли назад. Пошли назад, потом опять вперед, идут вверх. И при этом, видите, тело тоже совершает движения. То есть это такое объединяющее упражнение для всего тела. Если сначала сложно делать двумя руками, начните с одной. Вот она перед собой. Раз, 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 раз. Вот такие восьмерочки. Когда вы научитесь, вы легко сможете сделать и в одну сторону, и в другую сторону. И в разных направлениях, что тоже очень важно для координации движения. И на одной ноге. То есть я вам желаю крепчайшего здоровья. И знаете, есть на Востоке такая легенда, что человек приходит в этот мир на четырех ногах. Потом он становится на две ноги, и потом вынужден встать на три ноги. О чем это говорит? Это метафорическое обозначение жизни человека. То есть когда суставы сносились, человек вынужден взять палочку. Делаете упражнения, принимаете нутриенты, и тогда палочка вам не потребуется. Тогда вы как встали на две ноги и будете твердо на них стоять, иметь прекрасное здоровье. Желаю вам счастья, здоровья и будьте успешны в этой жизни. Продолжение следует...